Казахстан Не знаю, как другие, но я, хотя сижу дома по уходу за ребенком, стараюсь следить за новостями, которые происходят в стране и в мире. Конечно, я слышала про социальную модернизацию Казахстана «20 шагов к успеху». Сначала я не поняла суть этой программы, но потом мы встретились с друзьями и обсуждали этот вопрос. Была такая жаркая дискуссия, и тогда поняли, что у нас действительно идет обрыв между поколениями. Раньше было много ПТУ, СПТУ, профессиональных училищ, где выпускали специалистов рабочих профессий, рабочих сельхознаправлений. А сейчас молодежь идет на такие специальности неохотно. Но где тогда брать таких специалистов, откуда они приходят, это непонятно. К нам приглашают строители из Узбекистана и Кыргызстана. Ясно, что сразу возникают вопросы по качеству строительства. Поэтому, я думаю, надо возрождать систему профтехобразования. В процессе реализации социальной модернизации «20 шагов к успеху». Самый главный упор должен быть сделан на молодежь. Молодежь является фундаментом этой программы. Мое мнение – вот такое. Молодежь, Бағдар. Молодежь должен быть определен на молодежь. Молодежь – это самый главный упор. Молодежь – это самый главный упор. Так я думаю. А мы продолжаем обсуждение. И сегодня у нас в гостях заместитель руководителя Народно-демократической партии Нур-Утан Мухтар Дельдабекула Ерман. Приветствую вас. Мухтар Дельдабекула, не могли бы вы поделиться своими мыслями о статье главы государства «20 шагов к обществу всеобщего труда»? По-моему, можно с уверенностью говорить, что эта статья – большой вклад главы государства в национальную идеологию страны. Спросите, почему? Мы верим, что этот документ станет причиной изменения на пути для будущего казахстанского народа, для развития нашего народа. Потому что социальная модернизация – это глобальный вопрос, в котором есть несколько злободневных тем. По-моему, во многих случаях наше общество, наши соотечественники, наши коллеги, окружение не всегда замечают моменты изменения нашего государства. А вот именно в этой статье Нурсултан Абишевич не просто говорит о сегодняшнем. Он как будто описывает некий национальный план, затрагивает проблемы и планы на ближайшие 10-15 лет. Не распыляясь на многое, хочу остановиться на одной проблеме, например, модернизации молодежи. Буквально вчера на втором съезде молодежного крыла Ельбаса сам отметил, что все реформы делаются для молодежи, все мои идеи для молодежи, все мои проекты, все программы я посвящаю молодежи. Мы, Казахстан, молодая страна и страна для молодежи. Если говорить о численности молодежи, то ее доля составит более 5 миллионов человек в возрасте от 14 до 29 лет. Опираясь на статистические данные, можно сказать, что в нашей стране в общем количестве численность молодежи составит более 50% населения. Поэтому будущее этой молодежи, вопрос образования молодежи и хорошей специализации, вопросы конкурентноспособности – все это затронуто в статье. Не могли бы вы подробнее остановиться на молодежи и профессиональном образовании? Буквально вчера своей речи на съезде лидер нации привел конкретные показатели. Например, более 160 тысяч молодежи окончили школу в этом году. Из них более 28 тысяч не поступили в учебные заведения и все еще не устроились на работу. Если мы обратимся к статистике окончивших профколледжи и техлицеев, 19 тысяч молодежи в их лице все еще не трудоустроены. И если сложим, получится 50 тысяч. С одной стороны, не так уж и много, ну а с другой стороны, у этих 50 тысяч молодых соотечественников есть семьи, родители и есть мечты. Есть их будущее. Поэтому по поручению лидера нации будут реализованы несколько задач по вопросу трудоустройства молодежи. Во-первых, откроется трудовая биржа в интернете. Во-вторых, программа молодежной политики будет развиваться и далее. В-третьих, в рамках программы с дипломом в аул откроются многочисленные новые возможности для молодежи. Но действия должны происходить не в лице правительства или общества. В основном и сама молодежь должна быть готова. Молодежь должна быть образованной, способной и не уступать в конкурентности. Спросите, почему? На сегодняшний день в нашей стране строится множество заводов и предприятий. В рамках программы индустриализации открываются тысячи новых рабочих мест. А кто должен осваивать технику, заполнять эти рабочие места и трудоустроиться? До каких пор мы будем приглашать специалистов из-за рубежа? До каких пор в нефтегазовой, горнодобывающей или машиностроительной отраслях будут в основном работать иностранные инженеры и технические специалисты? Конечно же, и наша молодежь должна работать. По-моему, сейчас одного образования недостаточно. Вдобавок к знаниям и диплому ты должен быть хорошим специалистом. Лишь тогда молодежь сможет обрести свое место, найти путь и идти по нему. Вы говорите о профессиональном обучении. Наболевший вопрос нашей повестки дня – это отсутствие профессиональных стандартов. Есть множество сотни и тысячи специальностей, но современных профессиональных стандартов нет. Они лишь только начинают разрабатываться.